Такое ощущение, что политическая жизнь Республики встала на паузу. Хабиров оказался не способным оперативно реализовать им же задуманные кадровые перестановки. Как выяснилось, не так-то просто согласовать нового мэра миллионного города и нового руководителя главы администрации. Как будто Хабиров об этом не мог заранее подумать. Но, тем не менее, это факт. Буксует решение в некоторых серьезных спецслужбах и ведомствах. И потому информационная повестка этой недели крутилась в основном вокруг коммунальных проблем города и республики, коих, собственно, накопилось немало. Мэрия Уфы предприняла очередную, впрочем, безуспешную попытку оправдаться в своем бездействии в отношении уборки снега. Опять какие-то совершенно невнятные лепетания раздались о том, что тут рекордные снегопады. И никогда такого не было и ужас-ужас. И что раз в сто лет такое несчастье случается. И вот оно выпило господину Грекову тяжелым испытанием. Однако, наука расставила все по своим местам. Выяснилось, что относительно того самого ужасного снежного 2017-го Елаловского года, в первую декаду января 2022 года выпало всего 60% остатков. А вот месячные нормы и тому подавно выпало 82% от этой нормы. Соответственно, тут даже ничего сверхъестественного в принципе не происходило, а мэрия наша уже запричитала. Страшно предположить, что бы было, если бы природа нам подкинула осадков больше, чем среднемесячная норма. Ну, мы, наверное, тогда вообще все бы тут погибли, замерзли и остановились. Ну, собственно, номер не прошел. Тем временем, подчиненные Грекову, не понимая установок и не улавливая линии обороны своего начальства, подливали масло в огонь, плескали бензина в костер, ну и так далее. Ну, например, вот сотрудник управления по жизнеобеспечению города Константин Клименко сообщил, публично сообщил, что вывоз снега из дворов – это обязанность города и не входит в перечень услуг, которые оказывают управляющие компании. То есть, господин Клименко окончательно утвердил нас в понимании того, что вывоз снега из дворов и проездов – это обязанность города, и эту обязанность город никак не выполняет. Закономерно, что зимний период – это период проверки на прочность для всей инфраструктуры городов и населенных пунктов, и некоторые населенные пункты и муниципалитеты эту проверку не прошли. В Белорецке, как мы знаем, произошла крупнейшая авария на теплотрассе, и большое количество многоквартирных домов довольно долгое время оставались без отопления. Аварию героически ликвидировали, и примечательно то, как комментировала эту ситуацию глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Дословно он сказал так – «было некуда ставить заплатки, настолько проржавели трубы». Собственно, господин Иванюта, вольно или невольно, признался в том, что за 22 года путинской стабильности в инфраструктуре Белорецкого района и города Белорецка ничего не делалось. То есть именно за эти 22 года трубы теплоцентрали Белорецка пришли в такое состояние, что на них негде ставить заплатку, и в случае какой-то аварии жилищно-коммунальные службы попадают почти в безвыходное положение. Никакого сомнения не вызывает то, что при подобном состоянии инфраструктуры трубы будут рваться и дальше, и это всего лишь вопрос времени. Собственно, не только в Белорецке были аварии. Мы наблюдали несколько крупных утечек из водопроводов в городе Уфе, в частности на улице Ленина, на перекрестке улицы Революционной Ленина была крупная авария. И еще одна крупная авария случилась в Деме, в непосредственной близости от жилищного комплекса «Серебряный ручей», где воды на поверхность поднялось так много, что затопило стоящие рядом автомобили. Не знаю уж, какова их там дальнейшая судьба, но, собственно, аварии на теплотрассах и водопроводах – это, скорее, закономерность, потому что износ теплосетей и водопроводных сетей так огромен и так велик, что было бы странно, если бы эти аварии не происходили все чаще и чаще. Если кто-то загадал на Новый год себе нового Радио Фаритовича, он жестоко обломался. Радио Фаритович у нас в новом году остался старым, все тем же самым Радио Фаритовичем, который был до этого на протяжении практически трех лет. Хабиров, безусловно, отметился на прошедшей неделе в новостной повестке, но, к сожалению, не порадовал нас никакими изменениями, никакими осмыслениями, и все было, суть по всему, так же, как было раньше и, видимо, так и будет продолжаться. В новогодние каникулы в соцсетях Хабиров выложил нечто вроде отчета, то ли каких-то хвалебных записей о самом себе, естественно, и о деятельности своего правительства. В частности, в качестве некого достижения Хабиров перечислил то, что совокупная сумма микрозаймов для малого и среднего предпринимательства, для поддержки малого и среднего бизнеса, в Башкирии за год эта совокупная сумма достигла 500 миллионов рублей. Ну, блин, Радий Фаридович, вот вы чуть-чуть соотносите информацию, которая вокруг вас, в общем-то, витает в пространстве. Ведь 500 миллионов рублей на всю поддержку малого и среднего бизнеса в Башкирии, это же ровно столько же, сколько на вас самого выделили для вашего содержания. Вот есть ли это повод для гордости или нет, я до конца точно не уверен. И на минувшей неделе Хабиров продолжал играть в министра иностранных дел. Стало известно о том, что объявлен конкурс на предоставление услуги перелета для башкирской делегации из Уфы в Дубае. Целых 9 миллионов бюджетных рублей, наших с вами бюджетных рублей, Радий Фаридович готов заплатить за это замечательное приключение. И намерен в ближайшее время, в феврале или в марте, я точно не знаю, отправиться вместе со своими друзьями и товарищами в благословенный Дубай, чтобы там, видимо, какую-то опять экономическую бурную деятельность развить. Что-то мне подсказывает, что это будет очередная выставка со стендиком, симпатичными девушками, обнимашки с шейхами, ну и какие-нибудь дорогостоящие обеды в люксовых гостиницах гостеприимного Дубая. Собственно, о какой экономической целесообразности тут говорить, я не понимаю. Наладить экономические взаимоотношения с Дубаями весьма несложно. Там у них принцип простой, платите деньги, получите все, что хотите. Мы что-то импортировать в Дубае, боюсь, не сможем, потому что мы не конкурентоспособны с точки зрения уровня и качества нашей продукции. Ну, разве что мед или сырую нефть, которые у них у самих завались. Так что, надеюсь хотя бы на то, что Ради Фаритовичу удастся отыскать в Дубаях Моргенштерна, уговорить его вернуться на родину и продолжить исполнять свои обязанности амбассадора Уфы. Но боюсь, что Ради Фаритович не сможет убедить Моргенштерна в безопасности, потому что тому угрожает сам Александр Бастрыкин, а это вам не шутки шутить. Впрочем, если миссия с возвратом Моргенштерна на родину будет удачной, Ради Фаритовичу можно уже задуматься о том, чтобы отправиться в не менее теплый Таиланд, где его ожидает еще один беглец-амбассадор Элвин Грей, который убежал туда вместе с нашими 30 миллионами рублей. Прямо перед Новым Годом Ради Хабиров собрал мальчиковый междусобойчик. В медийной тусовочке этих троих мальчиков называют Шарик, Зарик и Янбердин. И, зачем-то назвав это мероприятие интервью, побеседовал с этими тремя милыми мужчинами. В частности, в этом интервью прозвучал тезис о том, что он, Хабиров, не будет увольнять своих-своих, вот этих вот своих, которых он не сдает, даже если они заподозрены в преступлениях, и даже если в отношении них начато какое-то уголовное расследование, до тех пор, пока не будет решения суда в отношении них. Иногда мне не нужно решения суда. Я вполне, вот я это всем говорю, я, знаете, по роду своей работы довольно информированный человек. Довольно информированный. У меня много потоков информации, которые стекаются. В том числе о поведении, в том числе о неблаговидном поведении и членов правительства где-то, и, значит, глав муниципалитетов, и работников муниципальных, вообще государств муниципальных чиновников. Поэтому мы так, этот естественный процесс, он сам по себе идет. Поэтому, а когда вот возникает вот такая ситуация, когда я не вижу, я вижу, человек старается, значит, ну, есть суд для этого. Давайте через суд. Радий Фаридович договорился до того, что иногда ему и решение суда не нужно, чтобы понимать, прав его сотрудник или не прав, виноват он или не виноват. Но на этой неделе, как говорится, случилось. Суд окончательно признал главу Кугарчинского района Гайсу Янбердина мошенникам, утвердив решение суда, нежестоящая инстанция в этом обвинении, Гайсу Янбердин, член команды Хабирова, признан виновным в мошенничестве на сумму в 26 миллионов рублей. И, о боже, наказание последовало неумолимое. Три года условно. За 26 миллионов рублей. Три года условно. Лично я знаю случаи, когда людям по 159 статье, вот по тому самому мошенничеству, за значительно меньшие суммы, как бы, вот этого деяния, выписывали по десяточке реального срока. Вот. Ну, здесь почему-то, видимо, наши правосудия рассуждают так, что если смошенничал чиновник, а тем более член команды Хабирова, то это мошенничество не так опасно для общества, не так вредоносно и не так, значит, ущербно для бюджета, например, что можно отделаться и вот таким вот микроскопическим и условным сроком. Ну, сами посудите. 26 миллионов рублей. Это, очевидно, особо крупные размеры. А в меньших размерах члены команды Хабирова и не мошенничают, как известно. И вот вам наказание. Три годика условно. Очень мягонько. Интересно теперь посмотреть, изменит ли Ради Фаридович свои подходы к этой ситуации, потому что, на самом деле, впереди у него много испытаний подобного рода. То есть, ведь впереди у него суд над Кучербаевым, Беляевым, Гизатулиным. Это все яркие члены его команды. Если они последовательно начнут быть осужденными, то есть, если суды подтвердят обвинение в их адрес, то это будет довольно некрасивая картинка. И тогда тезис о том, что Ради Фаридовичу не нужно решение суда для того, чтобы определять виновность людей, как-то немножко померкнет. В общем, будем наблюдать и будем понимать, меняется ли что-то в кадровых принципах Хабирова, или все будет вот как вот по старинке. «Своих не сдаем, решение судов не признаем». Сам Хабиров едва не попал под следствие на минувшей неделе. Мы все помним вот это яркое, необычайное высказывание Хабирова, которое прозвучало на одном из пресс-мероприятий. Я говорю о его сентенции о власти, которая звучала следующим образом. Цитирую дословно. «Власть никогда просто так не дается, она всегда захватывается». Конец цитаты. «В политике очень жесткие правила. И первое правило, вот я вам хочу сказать, первое правило, власть, она никогда просто так не дается. Власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется. Вот точно так же, я сейчас не буду про Единую Россию, поскольку кто-то меня, чтобы не обвинили. Точно так же, вот я сейчас здесь нахожусь, в определенной политической системе, власть. Потому что не бывает всегда, чтобы все 100% проголосовали. Вот эта власть, это царство небеса, наверное, когда-то наступит, я не знаю, нет. Но всегда власть определенной большой группы людей, за которыми стоят большие группы людей, захватываются. Поэтому там идет жесткая борьба. Ты должен быть готов. А с какой стати мы тебе, значит, ты пришел и критикуешь эту власть? А с какой стати тебе, вот почему мы должны тебе выстилать красную дорожку и иди по ней прогуляйся? Нет. Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе. Ну, не всех эта фраза просто ошеломила, а многих она озадачила. И вот эти некоторые граждане обратились в правоохранительные органы, а именно в Центр по противодействию экстремизму, с заявлением и просьбой дать комментарии о наличии и отсутствии в этом высказывании Хабирова признаков экстремизма. Ну, собственно, неоднозначность этой фразы, конечно, к тому располагала. Однако на минувшей неделе начальник Центра противодействия экстремизму Тимур Назаров ответил бдительным гражданам, что лингвисты не нашли ничего криминального в этом смелом тезисе главы Республики Башкортостан. Впрочем, Тимур Назаров не огласил ни фамилию лингвиста-эксперта, который проводил экспертизу этого высказывания, ни номера экспертизы, ну, собственно, не того, была ли на самом деле эта экспертиза, или это просто мнение самого господина Назарова. Хуже всего предположить, конечно, что лингвистическую экспертизу проводили в том самом благословенном БГУ, столь близком и родном радио Фаритовича, но мы не знаем достоверно, где это все происходило. Ну, уже прозвучали призывы собрать деньги и провести независимую экспертизу за пределами Республики Башкортостан, потому что это высказывание действительно вызывает много вопросов. Оно настолько неоднозначно, что можно трактовать его в разные стороны, и хотелось бы поставить точку в этом вопросе и выяснить, является ли наш дорогой Ради Фаритович экстремистом в этих мыслях, или не является таковым. Хотелось бы знать однозначно и точно. Башкирия, как известно, рекордсмен по тарифу на отопление в Российской Федерации. У нас самое дорогое отопление, и мы так до конца не поняли, почему так случилось. Власти Республики, города и любого уровня власти в Республике горой и грудью стоят, защищая этот тариф и не позволяя его обсуждать, а уж тем более пересматривать. А вот с 1 января у нас повышается и тариф на ОСАГО. Собственно, он повышается во всей стране за счет возможности регулировать стоимость ОСАГО через региональный коэффициент. И все регионы могут повышать эту стоимость на ту сумму, которую считают необходимым, на тот процент, который считают рациональным. Ну, например, в Курганской области стоимость ОСАГО выросла на 12%, в Приморском крае на 17%, в Дагестане на 20%, ну, а Башкирия, что уж там мелочится, поднимается разу на 36%. Складывается впечатление, что руководство Республики всегда готово порадовать крупный финансовый бизнес, каковым, собственно, являются страховые компании, дополнительными возможностями заработать и извлечь прибыль из населения многострадальной республики. Вот уже 4 месяца, как истекли полномочия первого состава Совета по правам человека при главе Республики Башкортостан. Складывается впечатление, что Радий Фаритович наигрался в эту нелепую игрушку, которую изобрел Ростислав Мурзагулов в попытке каким-то образом прикормить не до конца прикормленную часть активистов в Республике Башкортостан. И вот вся вот эта забава слегка поднадоела Радий Фаритовича, и он как-то уклоняется от того, чтобы подписать бумажку с новым составом этого Совета по правам человека. Напомню, что за время существования этого Совета из него вышло несколько человек, покинув его, как бы, кто со скандалом, кто потихоньку. В целом, конечно, люди, которые туда были собраны, были дезориентированы вот этой всей вот затеей, и в конечном итоге ими просто попользовались. Кто-то сориентировался и извлек пользу из кратковременной близости к телу. Некоторые даже стали директорами сельских музеев, что, собственно, конечно, назвать блистательной карьерой нельзя, но, как говорится, что есть, то есть. Но потерявшие легитимность придворные защитники прав человека разбрелись кто куда, занимаются кто чем, кто побирается, кто жалуется, кто требует изъять оружие у бывших мужей. Некоторые безуспешно пытаются оказывать платные услуги населению или, например, заклинают золотой запас, пытаясь предотвратить бунт этих дольщиков. В общем, разнообразные занятия избрали себе эти члены СПЧ, занимаются чем угодно, только не защитой прав человека. Достоверно до сих пор неизвестно, будет ли формировать Хабиров второй состав СПЧ или первый состав окажется последним, затея будет признана неудачной и списана в утиль. Ну, в общем, посмотрим. Собственно, мы ничего не теряем ни в том, ни в другом случае, потому что пользы от этой затеи было чуть-чуть. Чтобы немножко скрасить печальные настроения, которые, возможно, вызывают мои репортажи, поделюсь замечательной шуткой, которая мне попалась на глаза на минувшей неделе. И шутка эта, конечно же, возвращает нас к коммунальным проблемам города Уфы. Речь идет о том, что в мэрии есть только три эффекта, эффективно работающих сотрудника. Это солнце, дождь и ветер. Солнце, чтобы растопить лед и снег, дождь, чтобы смыть грязь, а ветер, чтобы сдуть пыль. Да и тем сотрудникам зарплату не платят. Ну, это, конечно, сарказм, это не совсем шутка, но на самом деле складывается впечатление, что это действительно так. По крайней мере, людей, понимающих, что делать и как делать в администрации города Уфы, на мой взгляд, действительно нет. Завтра, 16 января, как обычно, в 9 вечера у нас 50-й стрим открытой политики, так что подключайтесь, приходите, пишите свои вопросы заранее вот под этим видео, в комментариях. Это самый прямой путь, чтобы попасть в завтрашний стрим, либо подключайтесь непосредственно к стриму и пишите свои вопросы в чате, который там будет. Милости просим всех. Также обращаю внимание спонсоров нашего канала на то, что на нашем канале вышло специальное видео только для спонсоров. В этом видео несколько вопросов, которые я бы хотел обсудить с нашими спонсорами. И, к сожалению, не все из них до сих пор увидели это видео. Зайдите на канал, посмотрите. Видео называется «Вопросы для спонсоров», и оно доступно только вам. Мы уже говорили, что спонсоры – это некая отдельная группа людей, которые готовы ежемесячно помогать нашему каналу финансово, и за это мы как бы предоставляем им какие-то особые преференции. Ну и, как обычно, напоминаю о том, что не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под видео, если оно вам понравилось. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы вы не пропустили очередные наши выпуски. Ну и если у вас есть желание, вы можете помочь нашему каналу самыми разнообразными способами. Это и перечисление на счет, который мы публикуем. Это и спонсорство. Достаточно нажать на синюю кнопку под видео, и вы поймете, как это сделать. В общем, способов много, и за каждую помощь, за любую помощь в любом размере мы вам очень благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok